Сам собой подзаварядился на морозце аккумулятор этого аппарата. Я еще небольшой сюжетик вставлю, да? Вот. Ходил, маялся. Вот он королевский, который вы сейчас видели. Ну что, я не могу отрезать эти ветки. Посмотрите, какие они толстые. Вам ни за что их не привить. Единственное, почкой, но я проклинаю прививку почкой. Вот такое противоречие. Поэтому, видели, я резал ветки все-таки потоньше. Ладно, я отвлекся. Итак, есть еще у меня ряд отчаянных писем. Пишет их Лариса. Так она себя называет из Санкт-Петербурга. У нее никаких шансов нет. Она в отчаянии. Назовите сорта, которые выживут там. Потому что сырость необыкновенная. Я вам показываю самое сырое место в моем саду. Сравнивайте. Вот. Итак, это королевский абрикос, который был привит на манчжуриц. Манчжуриц, это вот досюда. Вот смотрите. Сейчас даже присяду на колени. Вот высота где-то 180 см. И где начинается утолщение манчжуриц. А тут был привит чуть выше королевский. Потому что это была одна скелетная ветка. Вот вторая. Вот третья скелетная ветка. Она была горизонтальная почти. Я ее не прививал. Вот. А эту горизонтальную ветку, я же тоже читал литературу. Я же тоже начитанный. Я ее отрезал. У меня тогда хватило ума не отрезать ее заподлицо, как учили. Сейчас там дупло. А мне говорили как. Значит, если оставить такой какой-нибудь пень, тогда она, ветка отгниет, она отгнила. Я постараюсь найти старую фотографию. Что я не болтун. Там еще, по-моему, мой тапочек на ней нарисован. Вот. И дупло вот это самое образовалось. Но к тому времени, я заметил, абрикосы имеют свойство восстанавливаться. Вот. Обратите внимание на вот это вот. Оно полностью ликвидирует эту рану. Тут есть немножко, правда, еще комедия, которую проклинают и дураки заставляют уничтожать вас. Не дураки, не веже, не веже. Вот. А вот так вот рана зарастает полностью. То есть рана есть, но дерево ее облезало, обтекло и растет себе дальше. Повторяю. Посажено весной 85-го года. Вот. Теперь, когда она подросла, от этого было три ветки еще раз, вот эту ветку уничтожил. Вот. Но оставил все-таки. Ну, как бы, вот такой где-то. Ну, вот такой вот оставил где-то. Кусок. Да, надеюсь, найду фотографию. Вот. Вторая ветка. Серафим. Вот здесь вот. Вот здесь вот место привил. Высоковато. Для чего я долго и нудно это говорю? Да потому что это самое сырое место в моем саду. Вот с этого сарая он был и раньше. Другой был. Тот сгнил, новый построили. Тот был на полметра ниже, а так было все тоже. Вот. Оттуда бесконечно вся вода. Сарай небольшой. Нет. Ну, небольшой. Он огромный. Смотри туда. Сколько воды попадает сюда. Здесь всегда сыро. Здесь все закрыто. Если бы вы видели летом, сюда до середины Королевского, вот оттуда, с востока всходит солнце, не попадает ни один луч. Вот. Там полдень. Не попадает ни один луч. Вот. Всю вторую полную дня сарай. Сырее места у меня нет. И оно приближается к таким сырым местам. Ну, мне просто повезло. У меня же тоже сгнивали абрикосы. Вот. И сгнивали абрикосы у других, кто садил в ямки. Я уже не буду здесь фотографии. У меня их, наверное, уже не одна сотня. Сколько я нагляделся на это преступление, посадка ям. И обязательно какой-нибудь кандидат наук, доцент напишет. Вот. Еще и бордюрчик сделайте, чтобы поливать удобно было. Это я вообще поражаю. А потом, говорят, абрикосов нет. Вот. С Ларисой мы не договорились. Она все это воспринимает правильно. И про всадить север-юг она вспомнила. И про посадку на холмы вспомнила. И про корневую шейку вспомнила. Все вспомнила. Вот. Ей нужны сорта подходящие. Смотрите сюда. Вот эта ветка идет от... Видели? Это манчжуриец. Вот она более светлая. Вот. Видите? Чистый стопроцветный манчжуриец. Под этой. Который не сгнил. Ну. А кто возьмется взять эту ветку? Так. Привить на что-то. Получить от нее косточки. Через много лет. Ну, не через много лет. Но, я имею в виду, много косточек это уже через много лет. И вывести новую морозостойкую. Вот я заговариваю по Фрейду. Я привык морозостойкостью бороться. То есть, не бороться, повышать. Вот. А вот эта вот форма. Вот это будет форма. Вот это вот. От абсолютно... Как ее назвать-то? Водонепроницаемого... Водонепроницаемого подвое будущего. Вот. Все с этого должно быть. Вот одна ветка. Вот вторая. Вот третья. Вот четвертая. Сейчас я обращаюсь к науке. Ну, хочешь палец о палец-то ударьте. У вас есть такое направление? Ну? Где очередь из автомобиля? Где хоть один? А? Ведь кто-то должен развести это. А что я Ларисе скажу? Эта, которая горькая письма... Несколько горьких писем моей гостевой. Что я ей скажу? Купите мне эти веточки. У меня это... Я дикие манджорцы продаю ветки. Ну, это для избранных, понятно. Вот. Привейте. А на что она привьет? Разве что на сливу или на лучу? Получите косточки. Из этих косточек вы это самое... Через несколько лет получите косточки. Посадите, получите. А еще надо накинуть сколько лет. Получите. Да она меня, знаете, куда пошлет? Это не ее работа. И уже не Бродского. Завтра, сегодня уже. Сегодня. Его должны госпитализировать в тяжелейшем состоянии. И не моя. 68-й год. Ну, Латинков у него и так это... Латинковский участок это вообще... Считайте, еще один институт. Или как ее назвать? Замена института. Ну, вот видите, наговорил сколько. Еще раз. Вот это самое гнилое место у меня в саду. Так уж получилось. Видите? Хоть бы хны. Вот это рано его не уничтожило. Вот это вот. Не уничтожило. Вот почему? Потому что он настолько живуч. Вот сколько здесь за эти годы тонны воды. Лило, лило, лило в каждый дождь. А последние годы дожди какие? У меня впервые, последние два года, груши начали покрываться это самое, плесенью. Листики. Такого никогда не... Ну, не плесенью, но грибками. Вот. Никогда такого у меня не было. Все, гордился. Правда, абрикосы. До сих пор на одном ни одного листочка. Ну, надо же стараться-то на Западе развести это все. Ну, кто будет это делать-то? Ну, кто? К кому я обращаюсь? ПОДПИШИСКИ- ПОДПИШИСЬ- Продолжение следует...